Всем здорова! И сегодня у нас будет обзор на вот такую замечательную самоделочку по тематике зомби апокалипсис, которую я назвал военная база. Эту самоделку я сделал по идее об Рика, он тоже похожую самоделку делал, но я решил тоже ее сделать. И так же давайте для начала я вам прорекламирую один канал. Сейчас найду его. Это канал моего друга, он тоже снимает лего. Сейчас покажу. Вот этот канал Фокси Фокс, у него правда всего лишь два подписчика, но все равно подписывайтесь на его канал, снимает хорошее видео. Вот один видеоролик на его канале. Кстати, этот видеоролик мы с ним снимали совместно, он есть у меня на канале, можете посмотреть. Скоро у него будут выходить другие видеоролики, другие более крутые видеоролики. В общем, вот такой вот канал, обязательно подписывайтесь. Ну а теперь давайте перейдем к нашей самоделочке. Давайте начнем обзор с этой вот части. Тут мы можем заметить, идет вот такая вот дорога, также очень много всякой растительности, как мы можем заметить, вместо очень хорошо заросла травой. Также лежит трупик зомби и идет небольшая толпень зомбаков. Немножко дальше, а именно на этой, на ранней самоделке, мы можем заметить вот такого вот зомбака. Это у нас мой самодельный зомби заключенного. Сейчас поставим его обратно. Немножко еще дальше мы можем заметить вот такой вот засохший кустик и зомбака полицейского, который направляется в эту сторону. На дороге у нас есть вот эта вот самая толпа зомби, также выжившие, которые забегают в эту военную базу. Один из них обороняется, а другие уже забегают в саму базу. Также этим выжившим помогает отстреливаться, отбиваться от зомби такой вот военный, с какой-то эмкой, по-моему. На этой части у нас есть мусорка, забитая протухшей вишней, также есть небольшая травинка, убитый скелет, у которого пробита голова, и также лежит вот такой вот камушек. Ну а тут вот мы можем заметить вот такая вот стена этой его самой военной базы, также гараж, и, упершись на эту стену, лежит вот такая вот доска. Ну вот мы перешли к входу в этот самый гараж. Мы можем заметить вот такую железную решетку, а именно это ворота. Также есть такой вот заезд, втоптанный, и какое-то стеклышко. Возможно, тут какая-то бутылка была разбита. Вот. Теперь давайте приступим к обзору самого гаража. Ну а в гараже мы можем заметить, стоит вот такая вот военная машина. У нее на задней части лежит 100 баксов. Вот так же она, как вы можете заметить, без колес. На этой стороне есть колеса, а на этой, как вы видите, нет. Также возле этой машины есть и лежит ее колесо. Также вот такая вот какая-то штука с каким-то газом, что ли. Также тут мы можем заметить какие-то часы. Также еще какая-то надпись. И вот такая вот лампочка, это то есть сирена. Если она горит зеленым, то все она в порядке, а если красным, то не все в порядке. Она в данный момент горит красным. Также на вот этой вот части есть какие-то пульты управления. Также такая вот тележка с колесом от этого транспортного средства. Ну и само транспортное средство. Также под этой машиной вот есть вот такие вот деревяшки, которые подложены, чтобы машина не падала. Теперь давайте поставим эту крышу на место и приступим к обзору основной части этой военной базы. На основной части мы можем заметить вот такие вот открытые ворота. Также стоит главный. Сейчас переверну. Вот так вот, думаю, будет поведнее. Тут стоит, тут, возле этих самых ворот, стоит главный этой военной базы. Он в руках держит пистолет и на нем также есть бронежилет и какой-то зеленый беретик. Возле этого самого командира находятся три бойца. Один с УЗИ стоит возле ухода, охраняет, чтобы зомби не вбежали. А другие два охраняют вход вот в этот вот склад. Один. Первый вот такой вот боец. Он в каске, в бронежилете. Также у него есть камуфляж. И вот такая вот... Сейчас отдельно покажу. И вот такая вот моя самодельная эмочка. Эмочка с подствольным гранатометом. Такая вот темночка. У нее, мы можем заметить, я сделал гранатомет с помощью вот такой вот крепления для штык-ножа и вот такой вот детальки. Такие детали попадаются в многих наборах, поэтому я решил сделать вот такой вот автомат. Давайте поставим этого военного на место и продолжим обзорчик. Возле этого солдата есть лестница в само это здание. Также стоит вот такая вот какая-то бочка с бензином или с каким-то другим топливом. И стоит еще один военный с УЗИ. В задике командира есть вот такое вот железное ведерко и всякие ящики с припасами. В одном ящике всякие бутылки и консервы. И также на нем стоит такая вот красная чашечка. А в другом всякие инструменты типа булавы, там рации, саперная лопата, бензин. Еще громкоговоритель есть, противогазик и бинокль. Также какое-то масло. И теперь давайте приступим к обзору вот этого здания, а именно склада. На складе у нас есть такие вот стойки с оружием, а именно М16, вот такой вот АК с подствольным. Такой вот АК с подствольным гранатометом. Также немножко дальше у нас есть еще один автомат Калашникова. На этой стене у нас висит вот такой вот пасательный круг. Также немножко ниже есть аптечка. И вот такая вот конец раз бензином. Также мы можем заметить тут такой вот ящик, рации и еще один ящик с бутылками. Давайте я сейчас этот ящик открою, покажу, что в нем. А в нем у нас лежат гранаты, АК-47 и пистолет. Блин, бутылка, не падай. Чего ты все время падаешь? А-а-а! А-а-а! Ну вот я и показал вам вот такую замечательную самоделочку. Фух, по тематике зомби-покальций, которую я назвал военная база. Если мне эта самоделка понравилась, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, нажмите на колокольчик. Ну и всем посередине, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока. И еще, кстати, на вот этой вот гараже есть вот такая вот травинка, и еще тут должен быть паучок, но он куда-то упрыгал. Вот реально, потерялся куда-то. Седьмое видео, только начал снимать видео, он где-то, он тут ползал, когда снял эту крышку, он потерялся. Ну и все, вот так вот. Всем спасибо за просмотр, и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Всем пока-пока. И подписывайтесь на канал FoxyFox. Хоть с моего подписывайтесь, но подписывайтесь на него. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok